У нас логика была какая, да, школа? Сначала мы знакомимся с внешним контекстом, причем разные стороны его, разные ситуации, сюжеты, знакомимся углубленно с Россией, с Украиной, с одной стороны Российского Союза, потом углубляемся в экономические вопросы, теоретические, и, собственно, анализируем то, что сегодня в экономике есть, и, на мой взгляд, очень важно, чтобы теоретики часто, чего у нас не пытались, понимание теоретиками того, что происходит на уровне бизнеса, потому что любые модельки строятся всегда из того, как работает бизнес, а он все ощущает, вот я вчера пытался Лилия Федоровича вызвать на то, чтобы он, ну хорошо, все равно же соцениваем не статистику только, не факты прошлого, а оценки, в том числе, вот ожидания, оценки действующих экономических субъектов на то, как будет дальше. Если, например, там Новым говорит, я думаю, что мой бизнес вырастет на 40%, Максим говорит на 20%, Володя говорит на 84%, в принципе, можно сложить ситуацию такую, что да, действительно, что-то будет, потому что вы знаете гораздо больше об отношении бизнеса и экономики, чем любые те решения, которые рассматривают результаты вашей деньги. У нас есть один документ, на котором мы работаем в течение года, в котором мы спорим, кричим, ругаемся, презентуем, в конце концов, и на основании этого документа идет дискуссия относительно бизнеса, изменить бизнес клипа. Это как раз то, что многие издавших говорили, те технократические, вроде бы незначительные изменения, которые делают важную вещь. Да? Можно говорить про сокращение издержек. Первое – сокращение издержек собственных материальных, второе – сокращение издержек транзакционных, третье – сокращение издержек регуляторов. Вот. И эти три блока, да, еще можно говорить про издержки уменьшения с потерей материальных активов. Грубо говоря, если Беларусь страна благоприятная для развития бизнеса, то, соответственно, и к нам инвестиций будет больше, и отношений будет больше. Грубо говоря, как вот сказал мне Марк, когда он в Брасове не мог купить ни капучино, ни мороженое, говорит, что слушайте, я в это время в Испании можно потратить 20 евро за два часа, но вы, наверное, делите мне как это. Вот, и совершенно очевидно, то есть такой вот человек, вот он изучает страну, он приехал, говорит, ну вот он будет встречаться с бизнесменами, с этими, с этими, с этими. И говорит, сразу у меня бизнес-идея. Вот я хочу поставить здесь кафе, я бы здесь его, там, зарабатывал бы деньги, потому что людей много, спрос есть, никто не предлагает, ох, какая хорошая ниша. И тут мы ему, оба-на, ах ты, дорогой мой, ты же не понимаешь, для того, чтобы открыть кафе. И вот вся эта история связана с нашей реальностью, я ему объяснил, он говорит, ну да, это ли белорусы не виноваты, такие непредпринимательские, бизнес-инициативные, которые не понимают, что вот есть возможности. Это ваше государство, который Левиафан, который, собственно, не позволяет нам это делать. Поэтому первый доклад у нас будет человек, который является центром организационным, логистическим, все больше и больше интересуально развития вот платформы бизнеса и диалога. Вот, это Лилия Ивановна, Лилия Коваль, наша любимая, вот, которая делает свою презентацию, а потом, собственно, мы на основании доклада будем строить дискуссию, обсуждать практические вещи абсолютно. Потому что мы здесь, как бы, уже не в отношении справедливости, бизнес-циклах, в отношении того, что делать с этим инструментом, который у нас есть, как его сделать еще более мощным, более убедительным, более доступным. Потому что мы все говорим, там, и Наум говорит, и Леня говорит, и Володя, и все мы говорим. Надо как-то сделать так, чтобы нас услышали. Как, что сделать с инструментом этим, это наша дискуссия будет больше, чтобы для того, чтобы нас услышали, чтобы они не воспринимали этот документ как нашу агрессию, там, вторжение в их некое, там, информационно-правовое поле, а как предложение конструктивному диалогу во имя, собственно, одной страны. Спасибо, только покажи мне, куда, лево-право. Вот, смотри, вот лево-право, раз, два. Это точки нажимаешь, фик-фик, оно, показано. Друзья мои, доброе утро. Я вас всех люблю. И я люблю национальную платформу бизнеса Беларусь. То есть первое слово надо было в бизнесе. Я вас люблю. Обращаю ваше внимание, что 2017-я платформа, национальная платформа бизнеса 2017-я, не случайно я поставила слово проект. Потому что этот процесс начался и он бесконечен. И завершая работу над платформой 2017-го, мы уже начали работу над платформой 2018-го, 2019-го, 2020-го годов. Почему я люблю этот документ? Потому что он исторический, он беспрецедентный. Это единственный документ, который дал толчу к консолидации бизнес-сообщества. В 2006-м году, когда собралась группа инициативных людей, Ярослав со своей энергетикой, члены Минского столичного союза предпринимателей и решили, что мы должны начинать эту работу, мы получили колоссальный отпор не только от самого бизнеса, не только от власти, но и даже от лидеров бизнес-ассоциаций. В то время существовало пять крепких, относительно сложившихся бизнес-ассоциаций. Минский столичный союз предпринимателей, Белорусский союз предпринимателей, который занимался в основном индивидуальными предпринимателями, бизнес-союз предпринимателей имени профессора Кунявского, который занимался предприятиями государственными, превратившимися в акционерное общество. И БелАПП, Белорусская ассоциация научных нанимателей и предпринимателей, которая возглавляла, в общем-то, портократ господин Стрельцов, который тоже объединил даже неразгосударственные предприятия. И, конечно, мы получили вот это вот отторжение, абсолютнейшее непринятие. Тем не менее, первопроходцы в любой исторический период находятся, мы начали эту работу и с ней пошли. 2006 год, кучка маленькая людей. 2007 год, всего лишь 600 предпринимателей, которые мы как-то на интересе вовлекли по всей республике в этот процесс. Но не в процесс создания, а в процесс хотя бы прочитать и обсуждать. 2007 год, первая ассамблея по обсуждению именно национальной платформы бизнеса Беларуси. За столом сидел один бизнес, ни один представитель власти не пришел на нашу презентацию. Даже уважаемый господин Калиновский, начальник в то время отдела предпринимательства Мингоросполкома, не сидел за нашим столом. Что мешает консолидации предпринимателей в этом процессе? На первое место я поставила менталитет, но я вернусь к этому позже. Антагонизм интересов бизнес-сообщества. В процессе разработки платформы мы очень серьезно с этим столкнулись. Крупный бизнес вообще не видит привластный бизнес представителей малого и среднего бизнеса. А уж индивидуальные предприниматели это просто нужно уничтожить как класс, который мешается здесь под ногами, возит все нелегально, скрывает налоги, какие-то там торговые точки, через которые прокручиваются серые деньги, тем самым создавая неконкурентные условия для крупного бизнеса. Противодействие лидеров бизнес-ассоциаций. Все амбициозные, все со своими постами. И, конечно, здесь началась совершенно серьезная борьба. Потому что какой-то корягин, который называет себя «Я первый предприниматель Республики Беларусь». И здесь Георгий Бадей, трижды министр. Да как я сяду, извините, с этой выскочкой за один стол обсуждать какие-то предложения бизнеса. Да здесь, господин, извините, Стрельцов, который я, представительный мужчина. За мной МАЗ, за мной тракторный завод. Потом подсоединился в конфедерацию промышленников и предпринимателей бывший министр промышленности Харла. Это вообще что такое? Как мы можем обсуждать там какие-то, когда страна промышленная, когда у нас экспорт нужно поднимать, когда нам нужно вливание делать в эти промышленные гиганты. Без этого никакой истории, никакого подъема экономики в стране не может быть. Его поддерживает Симашко, потому что Симашко входит в Совет конфедерации промышленников и предпринимателей. И вообще упор не видит бизнес. Калинин, предприниматель по своей сути. Но, извините, у него свои бизнесы и какие-то индивидуальные предприниматели. Мне некогда им заниматься, потому что я здесь свои должен решать проблемы, все валится. И вот в этой обстановке мы, значит, начали эту работу. Низкий потенциал бизнес-ассоциаций. Безусловно, да, мы были точкой этого процесса. Мы были этим мозговым штурмом и двигателем. Но сил-то бизнес-ассоциаций мало. Мы посадили все-таки их зашло переговоров благодаря региональным ассоциациям, которые, в общем-то, на местах просто, ну, загнивали. Никакого не было доступа ни к власти, ни к каким-то событиям. В Минске все бурлило, конференции проходили. Круглое стало обсуждение, что было в регионах. И региональные ассоциации, отраслевые ассоциации стали, значит, подтягиваться, потому что процесс шел. Они начали поддерживать эти процессы, они начали перетягивать их в регионы. В этих регионах мы выезжали постоянно, проводили обсуждения, собирали предложения. Но потенциала не хватало. Малочисленные союзы, низкая материальная база. Мы не могли привлечь серьезных экспертов. Конечно, в этом мы проигрывали. Причем сам бизнес, в общем-то, его тоже нужно было образовывать. Он не мог сформулировать свои предложения. Я, как сказал Ярослав, являюсь вот этой грязной ямой, куда стекается все-все-все. Да, нужно было это отбирать, сортировать и выносить на обсуждение Координационного совета по созданию платформы. Мне приходили предложения. Уберите директора Жлобинского рынка. Он мешает работать нашим предпринимателям. Условно, это я примеры привожу. Или конкретно там давайте уберем там такого-то конкурента, потому что он задает ценовую политику, обваливая все цены в этом регионе. Понимаете, и вот этот бред нужно было выезжать, объяснять, что это глобальный документ, что власть не будет слушать эту мелочь, что нам нужно менять все на деловое, в общем-то, пространство для того, чтобы создать вот эту институциональную среду для развития всего бизнеса. Тогда мы самоидентифицируемся, все станет на свои места. Мы эти связи наладим. И вот это приводило, в общем-то, вот к этому хаосу, к этому снижению эффективности процесса. И теперь менталитет. Почему я отметила менталитет на первом месте? Потому что действительно белорусы это молчуны. И вот то, что рассказывал Леонид Заика, что библиотеку собирали, там, деньги, бросив клич, там, по народу, это все глупости. Предприятия частные, которые выиграли тендеры на строительство библиотеки, на строительство дворца независимости, они до сих пор не получили денег за свои работы, потому что 8 часов, значит, они ждут, денег нету. Они обращаются, они обращаются полгода, они обращаются год. Пишут письмо, в конце концов, в администрацию президента в 8 утра на следующий день. Кто там? Комитет госконтроля. Говорят, вы хотите деньги за библиотеку? Безбожная ложь. А может, все-таки? Нет, 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 Родина дороже, Родине нужнее. И мы говорим, ребята, мы выиграем эти процессы, давайте мы это озвучим, давайте мы это через СМИ покажем, давайте мы пойдем с вами в суд. Нет, 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 не надо. И до сих пор эти фирмы не получили этих денег. Поэтому менталитет наш, он сказывается и на процессе консолидации. Потому что мы посидим с краю, мы посмотрим, как идет борьба этих инициативных людей. И, в общем-то, может быть, скажем спасибо, а может быть нет. Исторический пример, 901-е постановление, которое практически уничтожило весь импорт в стране. Когда вы помните, на БАКу 30% нужно было разделить с поставщиком, с розничной торговлей, и все стало. Постановление вступило в силу. Это личная заслуга Минского столичного союза предпринимателей, потому что постановление приняли в пятницу, в субботу и воскресенье. Мы сидели на телефонах горячих, мы рассылали факсы, мы обзванивали электронные почты. В понедельник мы собрали 204 предприятия-импортеров. Мы отменили это постановление. Они стояли на коленях, благодарили и говорили, мы вступим в союз, мы вас поддержим. Ни одно предприятие не прошло. Поэтому менталитет на первом месте. Почему власти все-таки начали диалог с бизнесом? Если, как я вам сказала, в 2007 году ни одного чиновника не присутствовало, то уже в 2009 году за трибуной Ассамблеи по обсуждению национальной платформы бизнеса в гостинице «Беларусь» сидело уже девять министров во главе с прокурором и обсуждали платформу бизнеса. Почему? Во-первых, мы придали гласности процесс адвокатирования. Значит, после того, как ни один министр не пришел, мы стали выкладывать письма в прессе, в СМИ. Значит, Министерство промышленности не отреагировало на предложение бизнеса принять участие в обсуждении платформы. Пофамильно, Министерство архитектуры и строительства, министр такой-то не приняли участия. Министерство торговли не приняли участия. И каждый шаг стали освещать. Вот здесь началось шевеление, потому что как-то неловко звучать в прессе, когда, в общем-то, лозунги развития малого и среднего бизнеса от высшего руководства вбрасываются в общество. Консолидация бизнес-ассоциаций и единый голос представления предложений бизнеса. Да, действительно, благодаря вот этой работе мы точечно стали привлекать, вовлекать и посадили таки за стол руководителей бизнес-ассоциаций. Главных ведущих мы создали координационно-консультативное совещание деловых сообществ, куда вошли вот эти пять ведущих союзов, Департамент по предпринимательству Министерства экономики и Совет Республики Беларусь. Это неформальное, не юридическое объединение. Тем не менее, у нас есть положение о нем. И все документы, все письма мы теперь подписываем вот за этими семью подписями. Ни одно письмо не идет уже просто от Союза или просто от Конфедерации или просто от Белорусского Союза, а собираем все эти подписи. Причем здесь нужно было уметь учиться вести переговоры и даже идти на спекуляцию. Если мы господину Швецу говорили, в платформе должно быть предложение дать индивидуальным предпринимателям, значит, наемных работников, которое было запрещено, Швец садился и говорил, да нахрена мне эти индивидуальные предприниматели? У меня тут такие крупные предприятия, они мне мешают, компьютерные детали возят беспошлино. Мы говорим, Швец, а вот у тебя там с таможней проблемы? А мы тебя поддержим с таможней. Хорошо, ребята, ладно, я вас помолчу, я не буду ни говорить ни да нет, я помолчу на совещании по поводу наемных работников ИП, а вы помолчите, когда я буду свои интересы защищать. Договорились, ударили по рукам, так и сделали. Через 7 лет ИПшникам вернули наемных рабочих. То есть мы сами росли, обучались, набирались опыта в процессе адвокатирования. Ухудшение макроэкономической ситуации тоже сыграло роль, почему власть пошла на диалог с нами. Все хуже, 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 хуже. Лозунги идут, повышать надо. Тем более, как мы здесь обсуждали, малый и средний бизнес довести до 40% ВВП. А как доведешь его до 40% ВВП, то, о чем мы вчера говорили, если в статистике малых и средних предприятий вот эти нефтяные компании, которые по численности подходят в средний бизнес, а по выручке, извините, по обороту, они никуда не вписываются. Поэтому в платформе бизнеса мы и заложили норму добавить критериями определения малого и среднего бизнеса именно, значит, оборот этой компании, как во всех странах, личности в государственных структурах. Да, это тоже сыграло большую роль. Я вам покажу на примере. Кузнецов Георгий Иванович, председатель Госкоммунического. В свое время, когда вы помните, нам ввели повышающие коэффициенты на административные площади, и все кабинеты директора, юриста должны были облагать повышающим коэффициентом 3. Это вырубило совершенно все бизнесы, потому что тут менеджеры сидят, тут юристы сидят, тут директор сидит со своей красавицей-секретаршей, и все умножай на 3. И это было принято указом президента, а в указ президента раньше, чем через год, изменения даже не обсуждается. И вот, Георгий Иванович, я член общественно-консультативного совета при Госкоммунищество. Я, Калинин и Швец, мы пошли и на Госкоммунищество просто конкретно подготовила, я расчеты собрала с наших ферм, и мы защищали эту позицию. А ОКС и когда, какие были тогда? 25 человек представителей власти и 3 человека из бизнеса. И вот простым голосованием они наши вырубают все эти предложения. И Георгий Иванович сказал, нет, ребята, вы хорошо устроились, вы хотите жить по коэффициенту, получая и ничего не делая, и действительно бизнес вправ, давайте как-то конкурировать. И Георгий Иванович подписал нам протокол ОКС с предложением внести изменения в указ президента. И был опять же первый беспрецедентный случай, когда через 4 месяца после вступления указа в силу коэффициент был отменен. И, кстати, СМИ наши, когда я давала интервью как член ОКС по телевизору, и рассказала всю эту ситуацию, и в конце добавила спасибо Александру Григорьевичу, что он услышал голос бизнеса и отменил, изнес изменения в указ. Все вырезали, и я с экрана, спасибо. И народ мне звонит, говорит, а ты чего так уже, Лукашенко, Леша? Да, да, да. Поэтому, господин личности в государственной структуре, Снабков, почему у нас самый серьезный процент выполнения предложений платформы было 2 года назад? Потому что господин Снабков действительно был наш человек. Он нас слушал, он нас понимал, и он реально был согласен с этими предложениями. Я три раза слушала его выступления в Совете Министров, когда обсуждались эти предложения. Вы не представляете, как его гнобили там. Что это его просто размазывали по стенке все. И Кобяков, и Мясникович, и все эти самые министры, что ты штрейдбрехер, что это... И как он на трибуне держался и защищал. Поэтому личности в государственных структурах, это тоже очень важно. И как только сменился господин Снабков... Вроде бы на хорошего человека. Вроде бы на хорошего человека, тем не менее. Опять же, но... Это статистически. Сином. Среднестатистически. Это статистически. На поле всех остальных мы говорили. Мы же относительно... Я прошу... Да. Основные сторонники и оппоненты Национальной платформы бизнеса Беларуси. Сторонники. Как я уже говорила. Отрасливые, региональные и некоторые республиканские бизнес-ассоциации. Почему? Потому что, например, Союз Гунявского, он хотя бы, в общем-то, формально приходит поприсутствовать на обсуждение иногда, но никогда не называет национальную платформу своим документом, не апеллирует этим документом и, в общем-то, старается как-то отделить, как это инициаторы кто-то там, а не мы такие великие. Бизнес, бизнес, безусловно, стал понимать, что происходит, когда появились, и, в общем-то, важность этого документа только когда появились первые результаты. Выполнение. Мы 26 оборотных налогов, золотую акцию отменили, лицензирование на 30%. Совершенно верно. И вот так по пунктам, когда мы все это освещали, конечно, значит, это было просто, значит, вовлеченность сначала такая на уровне свое болит защитить, но потом бизнес-ассоциации стали приходить уже не потому, что у меня конфисковали товары спасителя, а потому что я хочу участвовать в этом процессе. Нам интересно, здесь люди, своя бизнес-стряда, и они не только своим интересуются, своей хатой, а здесь идет живая работа, живой интерес. Мы самообразовываемся. И действительно, когда начинается работа с многоочередным проектом, мы сидим дамочи, там убиваются все, там рвут друг друга за грудки, потому что это мой интерес, не совпадающий с интересом Ярослава Румунчака, или не совпадающий интересом малашки с интересом чижа, понимаете? И это действительно очень серьезный образовательный процесс. Но, тем не менее, бизнес, и даже в регионах, вы, наверное, сами на себе заметили, насколько это, в общем-то, стало бурлить, стала заинтересованность. Другая жизнь, другой интеллектуальный процесс. Это совершенно другие течения. И бизнес, конечно, присоединился. И вот уже на последних проектах, значит, мы это серьезно-серьезно ощущали. Министерство экономики. Да, Министерство экономики тоже стало нашим сторонником. Но почему? Потому что, опять же, вот те задачи, которые ставила глава государства, декларация. Да, это декларация, но, тем не менее, она же звучит с экрана. Развивать бизнес. А Министерство... Что я нажала? А Министерство-то, оно отвечает за развитие этого бизнеса. И как не нравится, и как не хочется. Ну, нужно же соответствовать. И вроде здесь никуда не денешься. Поэтому департамент включил впервые в 2000... Когда мы работали над проектом 2017 года, представителя, заместителя, директора департамента в Координационный совет по разработке платформы. И вы знаете, это очень серьезно сказалось на результатах. Дальше. Март. Март это вообще уникально. Мы завели практику, когда озвучивание всех, участие всех министерств в прессе в открытом доступе, министерства стали писать предложения в платформу. И Март был первым, который сформулировал и четко давал предложения и отсматривал их выполнение. И опять же здесь говорю о личности в истории, потому что господин Калтович, это опять же наш человек, который реально вовлекся в этот процесс и стал это очень серьезно продвигать. Министерство здравоохранения, безусловный лидер в предложениях. Мы понимаем, что в министерстве частном у нас очень большие проблемы, но решение этих проблем и обсуждение этих проблем, это можно поставить на первое место. Но здесь опять же важна личность в истории. Господин Каява, у которого частный медицинский центр, который серьезно дает эти предложения и сам ногами их продвигая, сам объезжая все бизнес-ассоциации, сам вовлекая в этот процесс. Но, опять же, он не член нашего союза, он член союза Кунявского, но он ходит с книжкой платформы и на каждом заседании, каждому министру, каждому специалисту министерств, он говорит, платформа, платформа, платформа. И больше всего предложений мы выполнили в Министерстве здравообразования. ВУЗы, безусловно, это наши сторонники. Во-первых, вся профессора, к которой мы обращаемся, никогда нам не отказала. И даже благодаря тому, что платформу, в общем-то, нужно было формировать не просто с наскока, а сделать серьезный анализ, что же происходит, прежде чем какие-то выносить предложения. Вот здесь и появился индекс делового оптимизма, который, в общем-то, нам давал основу, что же болит в этот момент у предпринимателей. Серьезно вы все, участвуя, отвечаете на эти вопросы, формируете эти запросы и сами же формируете на них ответы и предложения. Поэтому, конечно, это наши студенты. Студенты – это наша компания от двери к двери. Они ходят, раздают эти платформы, проекты в каждый офис ногами. Каждому директору, который вообще не дошел до нас, который даже не знает, не хочет знать, вот вам, прочитайте. Поэтому вот наши сторонники, оппоненты. Безусловно, на первом месте госпредприятия. Зачем же мы им нужны? Они спокойно получают дотации из бюджета, они спокойно дербанят эти деньги, не надо напрягаться. 80 тысяч квадратных метров неиспользованных площадей, которые даже не сдаются в аренду, они скрываются по отчетности. Госком имущества, наш, опять же, оппонент при Кузнецове, когда стал Гаев, мы все это потеряли, составил базу, заставил сделать исследовательские группы по изучению неэффективно использованных площадей. Я ходила в эти группы. Мы объездили все государственные заводы, мы лазили по колено в грязи, по развалинам, по раскопкам, понимаете, доставая до самого подвала, описывая, измеряя, что стоит неиспользованно. Потому что в отчеты давать нельзя, ведь это облагается коэффициентом, когда мы, опять же, по предложению платформы... Там не только помещение, там и оборудование. Да. Завод Кирова, это вообще какая-то прелесть. Снимается война только там. Там даже не разбираются эти все, да, атрибуты, потому что окна заклеены, разбиты, развалено, а оборудование стоит под дождем. И единственный небольшой цех, где этот самый, ну, там парочку, десятка вводит работа. Мир, в городе. Мир, в любом. Мир, в любом городе. Мы пришли в 11 часов утра. Причем мы создали эти группы, там входили все представители Государственного комитета госком имущества, представители, значит, Минэкономики, Минархитектуры, Минпромышленности, бизнес, представители бизнес-ассоциаций. 11 часов, огромная цеха, по 3-4 тысячи квадратных метров с оборудованием «Тише благодать». Мы говорим, а где рабочие на обеде? 11 часов, в общем, мы лазили с 11 до 7, с обеда никто не пришел. Потом оказалось, что все это оборудование вот так вот с Советского Союза, как выставочные экспонаты, они и стоят. И вот представляете, какая ситуация? Поэтому, конечно, им этого не нужно. Они главные противники того, чтобы бизнес выкупал, арендованное помещение. Они прекрасно на этом зарабатывают, им ничего не нужно делать. Министерство финансов, ну это вообще прелестный орган. Это орган, который недоступен никому, никак и ни в каком виде. И как-то не хотела бы нововведений, извините, никому ничего не нужно. Потому что единственное министерство, которое даже не создало ОКС в своей структуре. Нам это не надо. Хотя ДКИ, это Государственный комитет по имуществу. Вот когда сменился председатель, он замечательный, господин Гаев. Вы видели его на ассамблее. Он очень обаятельный, милый, инициативный. Он собирает ОКС и больше, чем кто. Он сам их ведет. Мы говорим, мы мило общаемся. И все. И все. А вот выступает на ассамблее, и докладывает, что наше законодательство позволяет приватизировать все и вся. А он совершенно верно. Приватизация решается. Вот прямо сейчас, пока идет ассамблея. А почему он так говорит, это я потом вам покажу о проблемах бизнеса. А вот МНС, прекрасный орган, Министерство по налогам и сборам, куда входит наш Анатолий Сякоч, и Карпунин Андрей входит. Да, они решили. Совет, а не в МНС. ОКС. Совет и МНС. Анатолий Сякоченко. Совет и Министерство по налогам и сборам. Куда входит представители министерств, представители бизнеса, господин Калинин прекрасно защищает интересы налоговые. Но, значит, когда мы им представляем предложение платформы, что без снижения налоговой нагрузки, ребята, да все уж хорошо, но вы зажрались, ребята? Вы столько для вас сделали, да что же вы еще хотите? И опять же, все очень обсуждается, весело, интересно. Интересно, Анатолий Сякоченко, опять же, личности в истории, запминистра Селицкая, она лично принимает по проблемам наших предприятий, она решает вопрос, но на республиканском уровне эта работа никуда не движется. Деря, если позволишь, еще интересный комментарий, как МНС относится к малому бизнесу. Значит, в 2016 году решили обложить предмахерский налогово-обмененный доход от количества работников. Значит, когда мы объясняем с цифрами, что с 1 июля 2016 года должен был быть введен этот налог. И вот я, значит, сижу, еще группа членов нашей ассоциации, в общем, может быть, даже, я очень помню, кто-то был из РКП, но Корямина не было, и мы рассказываем, рассказываем, да, это в Министерстве того, это происходит. Значит, мы объясняем, что если ввести такой налог, то, в принципе, предмахерские, которые скрывают доход, они там, может быть, его и заплатят, но основная масса, которая, в принципе, выживает и сводит в конце концерта, разорится. На что заместитель министра, да, по налоговому сбору говорит, нам важно один раз собрать этот налог, а что будет с ними дальше, нас вообще не интересует. И вот это, значит, и кончки, да. Это не только на конечке, это 20-й год, это 20-й год, это 20-й год, это 20-й год, это 20-й год. Государственный таможенный комитет, это вообще государство в государстве. Уникальный орган, компетентный орган, дипломатичный орган, посылает, извините, на три буквы даже, чтобы идёте с удовольствием на этот орган. Причём, да, уникальный, даже я вам сейчас приведу пример не только как бы в нашу сторону, но и в свою сторону уникальный. У нас же, вот как я говорила, менталитет, мы молчим, мы терпим, мы со всем соглашаемся, извините, как говорит один наш член Союза, сколько анальным шунтированием Беларуси мы занимаемся, он всё равно... по всякому, но молчит. В результате находится данка, которая вырывает сердце из груди и соглашается идти с флагом вместе с нами, значит, завоёвывать свою правду. ГТК, последний пример, значит, у нашего предприятия, члены Союза, конфисковывают товар на 80 тысяч долларов. человек, будем бороться, будем, мы с тобой идём, смелость уважаем, и он говорит, да мне терять нечего, что перед партнёрами такие бабки потерять в теперешней экономической ситуации, ну их нахрен. ГТК идём судиться. И мы начали судиться. Безусловно, суды шли два года, два года. Один суд проиграли, подаём апелляцию, выигрываем. Значит, потом опять они отменяют своё решение апелляционное. Мы дальше продолжаем. В результате такой катавасии туда-сюда процесса мы выигрываем суд. Человек приезжает забирать товар. Вместо 80 тысяч товара, у которого его конфисковали, ему отдают 92. Он говорит, там, нет, 92 тысячи товара там на складе. Он говорит, так это не моё, это не наше, забирает. Он говорит, а как я приходую, твои проблемы. Короче, в общем, вот всё, что было у него в куточке конфисковано и складировано, его в этих ящиках на 92 тысячи отдают. А должны были на 8. А должны на 8. У него конфисковали на 8. А не 20, примерно. Да. Поэтому, как будем дальше действовать, не знаем, как будем оприходовать. Но, тем не менее, уникальный вот этот орган, я вам рассказываю. Включить на 15 тысяч. Местная власть. Ну, затерялся конфискованный товарчик, его надо сбыть, забирай, нафиг я не дурю его. Местная власть. Местная власть. Это категорически. Нет никаких этих самых мы хорошо живём, мы местные князьки, у нас всё замечательно. Скажи, поднимите руку, у кого на местах созданы ОКСы? Созданы и эффективно работают, это разные вещи. Я сначала говорю про сутки. Я даже не понимаю. А что с ними обсуждать? У нас, у нас же регионы. А что с ними обсуждать? Они ничего не решали? Вообще не решали. Да дело же для того, чтобы решали, я вам рассказываю процесс. Это надо его начать диалог и подпредвиваться. Успехники. Но они даже не сутки. Ублосполковник. Три в Витебске. Три в госполкове. Три. Плюс госполков. В одну посадку. Одесса и принимать. Одесса и принимать. Одесса и доможня. Одесса и пребруктура. Ну, это для списки сделано. Совершенно верно. Вообще ничего не нужно. В этом году госполков смогли расшевелиться. Он стал собираться раз в месяц. Пока еще реально мы ничего не решаем. Но хотя бы то, что уже регулярно раз в месяц проходит. Пишется поездка, пишется решение. Совершенно верно. Ну, что я уже не встречал. Но у вас хотя бы созданы. В Могилеве не созданы. Созданы. Даже не созданы. Если по городам, по местным должны быть созданы в каждом, даже не говорите мне об этом. Дальше. Министерство... Иван, одну секунду. Я просто хочу потом не забуду дополнение по УКС. Вот Ирина Ивановна говорила, что раньше было 25, 75 процентов этих, а на всех на 3. Я скажу об этом. Анатолий Садович не забирайте. Я призываю. Я не по этому. Я не по этому. Потом вы же думаете. Сегодня, если они раньше больших пунктов взрослых, сегодня рекомендации тоже. Я про это все скажу. Не забегайте вперед. Министерство образования тоже совершенно неоднократно. Процесс обучения налажен вообще на великолепном международном уровне. Плюс до того, значит, додумали, что мы уже назначали теперь ректора в частные вузы. Теперь мы уже ограничили частным вузом количество принимаемых студентов. Институт предпринимательской деятельности, который над нами, значит, им квоту дали 100 студентов. Как рентабельно выжить в этих условиях, никто не знает. Ну и, конечно, даже ни на какие вопросы отвечать мы не хотим. Как сделать предложения бизнес-сообщества более-более весомыми? Безусловно, это усиление бизнес-ассоциаций. Потому что даже когда мы ведем на общественно-консультативные советы, членами которых мы являемся, берем представителей бизнеса, руководителей конкретных фирм, потому что в Министерство архитектуры должен идти человек, который занимается строительством, в Министерство здравоохранения должен идти человек, у которого частная клиника есть и понимает он в этом. Защищать права предпринимателей должна ассоциация красоты идти, потому что она профессионально в этом разбирается. Когда мы приводим руководителей, они знают свои проблемы, но они не могут их изложить на том языке, которое власть умеет слышать. Потому что их язык и наш язык это абсолютно разные лингвистические категории. И поэтому именно бизнес-ассоциации являются профессионалами вот в этих продвижении и защите этих интересов. Там не только нужно уметь встрять, там не только нужно уметь эту озвучить проблему, там нужно ее защитить, но там и нужно уметь передавать пас от Камаргилова к Калинину, от Калинина к Тарасевич, от Тарасевич к Швецу, условно говоря, потому что это должна быть партия. Если это просто рассказ о проблеме, без вот этого единого процесса, извините, ребята, вы изначально проиграли на поле битвы, даже не приходите. Усиление бизнес-ассоциаций должно идти через консолидацию, через вступление в союзы бизнесов, чтобы они понимали, что они нас укрепляют и потенциал финансовый, и потенциал экспертный, потому что никто, как вы, в массе своей не можете выработать единое решение, что же лучше, как же изменить. И, конечно, вот это нам очень мешает. Усиление экспертного потенциала, в том числе, из причин привлечения и представителей институтов, высших учебных заведений, ученые, Леонид нам помогает, Ярослав нам помогает, потому что даже сформулировать вот эти правильно, проанализировать и подложить вот это обоснование в цифрах под нашим боль, это нужно уметь, ребята, без этого нас никто не слышит. Компетентная аргументация, то, что я говорю, понимаете, мы приходим и здесь институты целые работают, 400 человек в Министерстве экономики. На УКС дается задание трем отделам подготовить статистические цифры, почему это предложение не должно пройти. И они вот с такими томами начинают нас рубать в капусту с нашим вот этим нам плохо, нам вот надо это, нам вот это. Если мы эту аргументацию компетентно не усилим, мы будем всегда в проигрыше. Создание коалиции. Безусловно, мы должны здесь понимать, что один в поле не воин. И мы должны привлекать то, что мы уже научились делать и этим пользуемся. Если мы идем защищать правостроительную строительную отрасль, самая провальная сейчас в Республике Беларусь, мы привлекаем застройщиков, мы привлекаем бизнесы серьезные, которые попали в эту катавасию, мы привлекаем регионы, мы обращаемся к Володе, к Нине Георгиевне, а что у вас в Витебске происходит? Отдайте документы, отдайте примеры. И мы идем с этими примерами уже сообща, не только у нас в Минске, но что происходит в Витебске, что происходит в Гомеле и так далее. Но когда мы этого не получаем, когда Гомельская ассоциация, условно говоря, не с нами, и мы проваливаемся в этом районе, значит, мы этот район выпускаем из вида. Вовлечение предпринимателей в процесс адвокатирования. о чем я говорила, что вас в том числе нужно обучать, что здесь и происходит, как это делать, как это говорить, потому что нам дана 802-м постановлением, то, о чем говорил Анатолий Исаакович, сейчас мы добились, кстати, через платформу, мы 6 лет этого добивали, чтобы состав ОКСов был 50 на 50, 50 представителей власти, 50 представителей бизнеса, бизнеса, и нам это сделали, и мы можем еще брать вас, как экспертов, и вести, регистрировать на заседание 5 представителей предприятий, директоров, но еще раз говорю, вы должны учиться, как говорить, как преподносить, как обосновывать это, чтобы мы были единой профессиональной командой, и непрерывный процесс обучения, даже, вот я с удовольствием езжу на все эти школы, потому что, ну, кажется, все знаешь, но ты это слушаешь с таким удовольствием, ты раскладываешь все по полочкам, у тебя опять это структурируется, ты от кого-то слышишь что-то новое, и эта капелька сюда, 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 и она же остается, это наше богатство, и вот если мы поймем все эти минусы, и учтем их, мы станем действительно силой серьезной, с которой можно разговаривать, и с которой можно считаться, и почему наш президент говорит бизнес, а с кем там разговаривать, у него подход такой, если у вас меньше миллиона, то какой вы предприниматель, и для того, чтобы, вот как говорит Леонид Федорович, зайцы превратились в слона, да, мы, конечно, не сможем там прийти, заплатить бабки и решить вопрос, но мы можем объединиться и очень серьезно выглядеть компетентно на этом фоне, и самая болезненная проблема деловой среды Беларуси, это опять же ваша диагностика, это индекс делового оптимизма, то, что мы закладываем в процесс при разработке платформы, защита частной собственности, но извините, элементарнее, ничего не придумаешь, если этой защиты у нас нету, о каком бизнесе может идти речь, о каком инвесторе может идти речь, если весь мир просто пальцы загибает, когда отняли, 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 отсутствие класса собственников отсюда, мне написали стрелочку, я имела эту стрелочку, какую, пропитчу, отсюда, что следует, почему тогда, а мне, а при этом, это по телефону давало, отсутствие класса собственников, это вытекает из чего, что выкуп арендованных помещений нам не дается, и здесь я обобщаю все предыдущее сказанное, личность в истории, председатель ГКХ, сколько мы в платформе не добиваемся предложения, ограниченный перечень отказа предпринимателям в выкупе помещения, три года поработал, я хочу выкупить, тебе должны дать, а не письмо, не целесообразно, так вот, если 90% бизнеса находится в арендных отношениях, и вас в любой момент могут выкинуть на улицу с оборудованием, с рабочей силой, вы, какой вы предприниматель, вы временщик, вы никуда не вросли, вы ничего не имеете, вы не можете развиваться, Минский столичный союз, 60% судов, это вот эти вопросы, когда предприятия разыряются, только потому, что у них контракты, у них взяты кредиты, а их раз и выкинули, и искать никто не собирается, отсюда вытекает стрелочка, приватизация, вот то, о чем мы говорим, понимаете, мы не замахиваемся на масло, давайте малую приватизацию, давайте салоны дадим выкупить, давайте парикмахерские дадим выкупить, давайте карточки дадим выкупить, давайте типографии дадим выкупить, коммунальную, это же площадь, которая там стоит хереет, никуда и никому, и ничего, и отмена повышающих коэффициентов на землю и недвижимость, самый больной вопрос, который стопорит вообще, ой, что-то я нажала, стопорит вообще, все это, и вот здесь, в этом вопросе, нас поддерживают, крупный бизнес, мы нашли точки соприкосновения, и вот эта коалиция к нам пришли, почему, потому что инвесторы, которые вложили, я вам привожу, один единственный пример, наш аутлет, 30 миллионов долларов кредита, вложенного в строительство, 30 миллионов, он отдает кредит, ежемесячно, 30 тысяч долларов, и ежемесячно платит налог на землю и недвижимость, 56 тысяч долларов, 30 тысяч долларов, и 56 тысяч долларов коэффициент, естественно, он наш, и он поддерживает наше предложение платформы, потому что заболела, и есть, и точно так же, почему у нас не идет приватизация, господин Гаев говорит, зачем вам выкуп помещения, заходите на сайт ГКИ, и там же список объектов, берите за одну базовую, не хочу, мало того, что это разруха, предприниматели готовы выкупить, но только они подписали договор, им коэффициент на землю, баба у вас половиной, там еще не построено, не начинается, но извините, вот это заплатили, и поэтому вот эта херня, по одной базовой, так стоит, и никому она не нужна, и, ну, снижение налоговой нагрузки, мы уже об этом говорили, то, что мы предлагаем, хотя бы налог на прибыль отмените, сделайте этот самый, на какое-то определенное время, то, что мы предлагаем, вот эту плоскую шкалу налогов, и на ум говорит, давай три налога, серьезно, вот-вот, определите нам сумму, нам, в общем-то, мы готовы на все условия разговора, мы вам рассчитаем, они нам говорят, вы бюджет оголите, сколько мы добивались плоской по доходному налогу, сколько мы считали, что вот это компенсируется этим, оно же в результате так и получилось, еще и увеличился сбор с подоходного налога, но вот наши аргументации и расчеты, потому что бюджет пустой, и его нужно наполнять, как вы там ни себе не считаете, признание международного права, но здесь это однозначно стопор для инвестора, пока у вас не будет международного права, вообще национальное белорусское право, это вообще очень, да, такая вещь, куда ее, она очень гибкая, она очень такая творческая, она такая легкомысленная, поэтому, однозначно, однозначно, естественно, это стопор, самый важный, и фискальное законодательство, но я сюда включаю, что, что неважно, вот как Виктория сказала, что будет после этих штрафов, однозначно, все направлено на конфискацию, на штрафы, в любых размерах, за любой чих, за неправильную накладную, и сколько мы с этим не боремся, сколько мы не предлагаем, ну, пока в осыне не там, единственное, нам говорят, подождите, ребята, вот вы сейчас декрета этого дождетесь, и вот Ярослав задавал вопрос, что в этом году, почему платформа не обсуждается, она не обсуждается потому, потому что чиновники говорят, так ребята, ну дождитесь декрета, мы же работаем над декретом, и вам будет счастье, и рассказываем, когда, когда президент бросил клич, что в мае должно, вот этот пакет быть выработан, принят, 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 и все стали в ружье, и здесь любые наши, самые радикальные предложения, стали приниматься, стали в проект включаться, потому что в мае срочно нужно принять, нам включили все, мы обсуждали это, мы это все в рабочих группах, фокус-группах, мы Маргелова, единственное, кто вошел туда, этими предложениями снабжали, Ярослав потом, после своего звездного часа, включился в эту работу, там, 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 да, значит, это все, мы все, да, Ярослав, да, и тут, ребята, и тут, проходит май, июнь, нормально, проходит июнь, ну, вы комфортно, июль, и вот июль стал точкой, дефоркации, ага, ничего не происходит, и министерства стали писать бумаги, это не актуально, это не целесообразно, вот с такими раскладами, расчетами, почему, это преждевременно, это нужно выбросить, и самому процессу обсуждения, подготовки документа, было предано больше рекламы и внимания, чем в результате осталось в проекте, и когда мы получили последний проект, несмотря на то, что там 300 листов, 300 листов лирического романа, как вам всем будет хорошо, потому что как можно объединить описание процессов, как готовить котлету, с описанием процесса, как построить атомную электростанцию, и с описанием того, как провести там машине, три иголки, не ущемляя ее интересы малого, но это бред бредом, поэтому я со страхом, лично я со страхом жду, какой сюрприз они нам готовят. Дальше, дорогие кредитные ресурсы, отсутствие финансовых инструментов, но это вы тоже прекрасно все знаете, наш Насбанк прекрасен, он действительно сделал очень многого, но он тут же разрушил нашу кредитную систему, не банковскую, выдав свой указ и запретив, значит, микрофинансовые организации процесс вообще их работы, он отодвинул вообще физические лица от бизнеса, никаких новых инструментов финансовых вовлечений, там ни чеков, ни акций, ни каких-то этих самых финансовых с вами расчетов, ни вовлечения финансовых средств в ваших бизнес-процессах забыть, как страшный сон. Ну и что в результате? Вот что. Конечно, я не знаю. И в результате мы посидим, очень любим Ярослава, очень любим собираться, очень растем, но, ребята, в чем наша прелесть, я вам хочу сказать, что все равно вот это общение, оно дает замечательные результаты. Мы точечно вовлекаемся в процесс. Когда это массовое вовлечение, это не эксклюзивность. Это, извините, да, ширпотреб, а мы эксклюзив. Спасибо. 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 Спасибо.